и вот ходил магазин что соскучился по колбасе вот колбаса получается взял на развес порезанную 114 грамм 2 евро стоит колбаска такая здесь по 17 90 килограмм такая видно не дешевая в общем такая упаковочка маленькая вот такая вот селёдочка мне нравится тоже где-то евро 99 стоит очень классная вчера поел прямо сегодня еще взял и вот селёдочка тоже прям подсел на немецкую селёдочку она вкуснее даже наши российские у нас слишком сильно воняет как-то не так воспоминания показывает меня не сильно ел даже не помню когда а здесь прямо такая нежная филе такое классное поэтому прямо кушаю селёдочку это где тут евро 7 стоит такой вот 300 грамм написано или подожди 250 грамм вот так вот здесь и все мы тронулись город вольденбург нам буквально 25 километров 24 минуты показывает это уже город перед временом я уже по сути дел третий день германии поснимали мы на квадрокоптер в двух местах поэтому посмотрите здесь красиво озеро в баде который здесь расположена и ему для парковки на парковку получается кемпинг платный вот этот парковка днем бесплатно ночью ведь это все заплатить туристический налог 237 вот парковка такая большая на виду это бесплатно здесь многие приезжают просто на озеро погулять здесь это очень так видно можно поэтому парковку здесь много конечно так вот присмотреться здесь в магазинах можно всякие товары со скидки брать и все остальное много всего интересного и вот такая здесь парковка хорошая в эльденбурге полтора километра до центра бесплатно вот стоит чуть-чуть автодомов такая здоровая буквально вот тут два-три автодома со мной но все на немецких номерах и я вот стою вот стоит такой красавчик видно категории c уже вам потому что сзади широкие колеса вот в общем такой вот красавчик интеграл вот и в общем то я остаюсь здесь скромненько поэтому в эльденбурге друзья очень хорошая парковка вот здесь видно какой-то аттракцион парк извлечения почему-то сейчас закрытый и видно из-за этого коронавирус как я понимаю быстрее всего вот тут колесо стоит обозрение такое не знаю может быть а здесь попозже полетаю на квадрокоптере посмотрю сейчас как-то по ситуации пока вот иду алла тэльчик ролики загрузить и пойду гулять волю в эндербург друзья а Продолжение следует... 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 мои родители бабушка дедушка все были немцами до этого мы жили в сибири ну и как только границу открыли что разрешили выезд германию вначале уехали родители ну а через два года мы к ним приехали они дали нам вызов мы два года ждали разрешения чтобы выехать и через два года в девяносто третьем году приехали в германию с супругой и с одним ребенком но теперь у меня уже трое а трое двое уже родились как говорится уже местные родились в бремене как вообще от ощущений за 27 лет жизни в германии там после россии тем более получается две страны застал потому что осознанный возраст но ощущение я уже здесь дома я уже ним я уже для меня уже россия это за границей я очень редко бываю в россии редко туда ездию если я туда приезжаю я уже себя в россии уже чувствую что ну как говорится уже не совсем свой что вы для меня за 27 лет все равно уже привыкаешь к той жизни который имеешь и для меня сейчас дом уже однозначно германия ни о каком переезде назад в россию конечно речи быть не может у меня дети родились германии они тут выросли уже как говорится поэтому однозначно я здесь останусь всегда уже вообще с языком как-то 20 лет получается уже хорошо с языком тоже у всех по-разному чем люди раньше приезжают тем они быстрее осваивают язык допустим если ты приезжаешь 30 лет ты выучишь язык может быть даже хорошо его выучишь но ты все равно от акцент останется все равно будешь может быть допускать какие-то ошибки если ты его тут учишь с нуля конечно многие приехали допустим германии они уже знали немецкий язык знали его из семьи у них тогда проблем нету а если учишься здесь у меня с проблемы особо с языком нету я работаю я хожу по всем конторам мне переводчик не нужен я пишу все бумаги оформляю все но тем не менее если я рот открываю они сразу понимают что я не местный что я приезжий иногда интересуется с какой страны вы приехали я говорю с россии всегда реагирует на это всегда нормально никогда не ничего никто не говорит что там россия там какая-то не такая страна всегда все это приветливо все нормально туда все нормально полу я тут говорю что у тебя вот сестра уехала с мужем обратно как вот они вот решили четко 8 лет пожили там все-таки у них как все-таки основной упор почему было уехали ну вот они они приехали в германию и тут сказали что им тут не нравится особенно не так сестре как ее мужу у мужа все родственники были в россии он сам русский по национальности все родственники остались в россии к тому же он еще такой ярый охотник рыбак а в германии это все упорядочено ты не можешь взять ружье и пойти кого-то застрелить в лесу или не можешь там сеть закинуть или динамит бросить в речку там где он живет в сибири то это возможно все но здесь такого нету и поэтому ему стало скучно в германии он горит я тут не могу не охотиться не рыбачить нормально как я привык к тому же у меня то мама папа у меня там все родственники ну и решили уехать назад но и уехали уехали кстати в ту же в деревню что и приехали живут так как все в деревнях живут туалет на улице печку топить надо ну говорят что довольны говорят что довольны там на самом деле они знают чего не про себя думать может быть уже сто раз пожалели нога нам когда мы их спрашиваем как вы она горит все хорошо все нормально да но вот это давно уже было не уехали да уже лет десять назад на 10 его за 10 лет они не хотят обратно сейчас они уже не могут назад они потеряли гражданство они уехали они не это самое они снялись с учета короче паспорта у них просроченные немецкие хотя они не мили имели немецкое гражданство теперь у них там уже дети переженили замуж по переходили теперь они уже как говорится уже если даже захотели вряд ли сюда смогут вернуться уже сложно сейчас до куда а сейчас вообще сложно так вот сейчас время уже в 20 год приехать все-таки из-за россии в германию там по корням уже все-таки люди приезжают или сложности ну теперь уже приезжают конечно но приезжает намного меньше раньше допустим ехали там тысячами ехали 90-е года в начале двухтысячных сейчас этот поток уже конечно меньше в основном основная масса едет или если у есть немецкие корни как как переселенец или если беженец если в стране идет война то беженцев они тоже принимают они не могут им отказывать но или еще там другой вариант если ты великий специалистом компьютерщик программист то такие люди здесь германии требуется тебя устроит на любую фирму и дадут тебе место на жительство а проживя тут какое-то определенное время то ли пять лет или восемь я точно не знаю ты уже имеешь право подавать на гражданство или на постоянное жительство ну или через женитьбу тоже еще вариант других вариантов я не знаю волос как тебе учет север германии как ты все-таки сам выбирал место жительства или вот как-то так получил что попал в город бремен у нас родители уехали раньше нас и они приехали в бремен они попали в бремен поэтому мы хотели тоже попасть к ним именно в бремен когда мы приехали в германию нас вообще-то отправляли в гдр ну тогда они уже объединились эти две германии поэтому нас отправляли в гдр но родители сказали что они якобы имеют жилье для нас что якобы уже сняли жилье дан для нас поэтому нам разрешили приехать в bremen к родителям мы приехали к родителям они естественно никакой жилье для нас не снимали мы жили допустим где-то месяц мы жили у них как бы нелегально да мы приехали сразу поставили документы что нам нужно жилье где-то месяц моник прожили и нам дали квартиру трехкомнатную так через месяц то есть то есть после приезда в германию через месяц мы уже имели трехкомнатную квартиру съехали к ним съехали в эту квартиру отремонтировали ее ну и вот так вот вот так мы попали в бремен из-за родителей в принципе мы не думали там бремен или берлин или еще куда-то вообще вот здесь нравится тебе жить или хотел как приехать по германии ну я так скажу юг германии конечно поинтереснее в природном смысле в историческом чем север да но на севере свои преимущества тут у нас в часе езды море есть северное если проехать два часа можно доехать до восточного моря тут очень много озер и тут удобнее жить чем на юге то-то везде ровненько у нас то есть снега практически не бывает потому что здесь море рядом вот так вот у нас тут более более ровный климат у нас зимой где-то средняя температура плюс 5 показывает немножко быстрее едем но это не этот он просто показывает они фотографируют ничего но это летом тут не бывает такой жары сильных бывает жарко ну там две-три недели может быть там чуть больше что больше 30 градусов если поехать на юг германии там уже конечно там зимой могут быть и морозы там уже в горах и снег лежит а летом там более жарко чем здесь в принципе я привык мне отсюда никуда уезжать не хочется если я хочу погулять по горам я просто сажусь машину и еду на вы еду в горы а жить на ровном месте удобнее в городе куда есть город в горы в горы а в горы у нас есть тут горы хардс вы за гонофером они они невысокие тут то где-то чуть больше часа езды они там самая высокая гора 1400 метров но тем не менее тем не менее там зимой лежит снег и там уже другой климат да тут недалеко за гонофером есть горе хардс вообще покупали сезон здесь есть все-таки вот она балтийском море ну да когда покупального сезона как такового по датам он не расписан как как становится жарко люди едут купаться там реально вода теплая и так прогревается скажем так до 23 до 24 градусов она прогревается если жаркие дни стоят не более но не больно да не более но потом но если горится жара проходит то и вода уже тогда может быть 18 19 градусов но тут много озер в озерах обычно вода теплее здесь получается комфортное такое место дал для жизни для жизни до для жизни да тут нету этих гор тут нету серпантинов тут такой климат постоянно усваивать сегодня нехороший климат сегодня мы гулять решили а дождь идет до сегодня идет дождь ну это уже середина октября так что уже осень как говорится уже на на хорошей погоды ждать не стоит валутят к вопрос вообще когда стоял социале как только мы приехали мы сразу попали на социаль мы же не имели доходы как только мы приехали в германию нас сразу поставили а нет подожди когда мы приехали в германию нас сразу на биржу труда поставили как безработные да на шесть месяцев но мы когда приехали в германию нам дали курсы 6 месяцев через определенное время мы пошли на курсы то есть работать мы не могли и когда эти шесть месяцев прошли от биржи труда тогда нас перевели на социаль и мы были на социале пока не нашли работу но работа мы нашли быстро работа в принципе мы в германии работы много надо только хотеть работать но и не брезговать любой работой получается и сейчас уже работали дать или кода если есть документы без проблем если если есть документы работы вон даже объявления в газетах печатают что требуется требуется но это в основном конечно ли фирмы там заработка небольшие если кто-то допустим можно уехать это фирмы которые работников нанимают и потом отправляет их на другие предприятия а у там да вот такие которые как бы тебя перепродают а вот так вот даже да да но там заработки небольшие где-то 9 10 евро 9 10 евро в час но это если вы разнорабочий если вы допустим сварщик специалист вы можете зарабатывать там 16 евро в час и может быть если вы какой-то там еще более высокий специалист заработок может быть или если попадете на mercedes там они зарабатывают по 19 по 20 евро в час такая хорошая зарпад получается да ну да нормально вообще вот здесь какой бюджет нужно чтобы комфортно жить в месяц примерно это зависит от того какие расходы у тебя если у тебя нету никаких там этих в банках нету никаких кредитов но я не знаю все зависит еще от того насколько дорогая квартира у тебя или насколько дорогой дом у меня допустим дом уже выкуплены свой уже свой получается уже ипотеку давно уже рассчитались за дом так что у меня сейчас только вот эти как назвать не был костану засвет за все это за воду засвет за мусор с меня где-то где-то 400 евро в месяц это стоит и все вот это все это платить только да у меня у меня засвет только где-то 150 евро в месяц роду ли запутать но мы нас пятеро опять у нас земли пятеро поэтому на стиральная машина постоянно работает у нас белье это надо сушить по моему у нас там пять компьютеров дома телевизор большой там это самый морозильник но поэтому у нас мы много и много света из расходы расходуем поэтому у нас ты такой еще приходит но где-то за все да за все про все с интернетом с телефоном где-то 400 400 евро у нас месяц выходит но так как у нас нету аренды для для нас это немного даже дом свой так что аренды у нас нету поэтому в принципе мы можем даже на 2000 хорошо жить нормально жить вообще цена такого дома примерно сколько сейчас стоит если секрет примерно сейчас у нас средний среднего дома до среднего дома сейчас цены наверно выросли я думаю так что это я думаю что 1300 надо иметь чтобы купить более-менее нормальный дом дом до 300 надо получается если там вот я финансов нету ты берешь ипотеку и всю жизнь плачет да это зависит от того какой тебе доход ты можешь рассчитаться и быстрее как ты заключишь с банком какой договор с банком заключишь если у тебя там начальные деньги или ты берешь целиком всю сумму да но мы рассчитались где-то за наверное за 18 лет 18 лет тоже такой возраст срок не маленький это не маленький но многие рассчитываются и по 25 лет и вы в городе бремен мы идем по самой старой улице сейчас идет дождик поэтому здесь сегодня поменьше народу приятно тут есть такой отель называется кукция там могут спать только те кто выходит замуж а вот так сажали носишь бумажку загса и и говори что там в нем это в этом отеле всего один номер доходе нужно всего один номер для молодожены чтобы они могли там романтически провести вечер говорят надо за год вперед а это даже так вот такой немецкий стиль прям шикарно давай сюда зайдем а вот он написано кукция это по немецкий свадьбы так вот друзья этот отельчик где один номер интересно так а вот такие красивые домики шикарные вообще какие-то сказочные такие домики да а вот отсюда они а вот такая туристических вот они да красавцы якубус махор интересно можно пройти здесь да а вот здесь даже ухты всякие улицы раньше будет куда сейчас везде все закрыто много таких классных шикарно как ты пируют да друзья в дождичек сложно ходить гулять так бремя очень красивый шикарно а еще не дошли до а где у нас вдвоем-то эти сложно так вот по дому может идти по этим улочкам-то маленьким а шикарно немножко прогуляться так все так туристическое туристов нет туристов только не до получается туристического туристов нету вот так друзья такие нюансы сейчас туристические все но народу нету никого а красавчик без зонтика стоит бедный без зонтика да корову куда зачем-то поставили корову а вот там наверху туда то медведи ставят у коров ставят и еще там время название классно туда вода дам вовнутрь снова зайдем да так 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 халло а мы здесь же опять да 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 мы тут были да интересно в другую сторону все слышно ага интересно вот так оппа-па-па-па куда я попал зонтиком-то ничего себе в дырку такую маленькую захочешь не попадешь ты сам по себе запасам да 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 согласен так нам сейчас туда да это вот старый город получается здесь шикарно химина получается кто же прекратила сейчас вроде уже поменьше становится чуть-чуть поменьше как она зевает до шикарно красиво здесь все класс и вот немного дождик прошел мы их около центральной ратуши временем в сердце города с отца здесь до с другой стороны шикарно красиво очень дождик закончился нам дала возможность немножко без зонтика погулять хотя бы каких-то там 10-15 минут на надеюсь или опять пойдет дождик вот ровно наш который нас охраняет город рон да который город фото когда красиво раз что шикар вообще смотрится издалека до потихоньку времен шикарен до торгу льда шикарный дом когда солнце светит это все блестит вот эти краски здесь конечно все по-другому все пойдем и вот шикарный вид отсюда храма и ратуши и вот они бременские музыканты видите как здесь хорошо очень труд натирают копыта такие красавцы петух ха-ха 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 ха 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok